Особое мнение на 101FM Правда, ощущение, что как 1 сентября уже с Астрами можно идти в школу Мне сейчас очень нравится, многие пишут, что холодное лето 2019 года Как фильм Лучше бы нет Хотя, может быть, и да К сожалению, все от нас отворачивается Да, но начнем мы все-таки пока не с политических тем и не с митинговых тем, которые, конечно, у нас сегодня будут А попытаемся такой перекинуть мостик из дневного разворота Мы сегодня говорили о раздельном сборе мусора Ребята из Слободского, айтишники, озаботились тем, что нужно что-то сделать с проблемами Обсуждать их, предлагать решения Они собираются сейчас запускать такие мозговые штурмы И первый будет мозговой штурм 10 августа Там совместно с общественной палатой и экоактивистами будут обсуждать способы и возможности раздельного сбора мусора, его переработки и так далее Но вот мы про мусор как раз и заговорим Надо сказать, что с 1 сентября вышли такие новости В Кировской области снисят мусорный тариф Региональная служба по тарифам приняла решение о его пересчете Связано это было с тем, что прошла большая объемная проверка федеральной антимонопольной службы И в итоге тариф будет снижен почти на 16% Это расходы на приобретение техники в лизинг В размере 270 рублей Ну то есть я так понимаю, что урезаны будут расходы на приобретение техники в лизинге Да, организация, которая у нас этим занимается, это фирма компания Куприт Компания Куприт, между прочим Ну и там много еще чего Вот с одной стороны, хорошо, тариф будет ниже С другой стороны, а на что же будет деньги, технику Куприт покупать? Ну давай начнем с того, что ФАС нашел определенное нарушение Которое, как они считают, что эти расходы не должны были войти в тариф Это значит, что мы не должны были, люди не должны были платить за это При всем при этом у нас есть организация, которая эти тарифы принимает Она их утвердила РСТ РСТ, да И в данном случае получается какая-то несостыковка Как говорит один у меня товарищ, показания не сходят Значит, вот показания, походу, тут ни у кого не сошлись И в данном случае крайним кто оказался? Опять население города Кирова, Кировской области Потому что в данном варианте я не понимаю сейчас, как все будет обратно откручено И как людям обратно вернут те деньги, которые они по заявлению ФАС переплатили за тот период Здесь-то кажется как раз все ясно Излишне полученные с января по август этого года средства будут скорректированы в тариф 2020 год Будет пересчет тариф на 2020 год В моем понимании тариф не только упадет с 1 сентября на 16%, а с 2020 года Там должны быть еще какие-то проведены коррекционные вещи, которые на самом деле тариф должны понизить в пределах 20-25 Но мы же раскидываем ту переплату в том новом периоде 2020 года Там вообще черт ногу сломит, потому что тариф однозначно сначала повысит, потом перерассчитают Поскольку нужно будет долгие и так далее Мне кажется, когда все капремонты и ТБО предпринимали, мне кажется, изначально была задача ногу сломать И вот они ее как бы ломают, и мы все сегодня видим, что на самом деле деньги с населения собирают Эффективности практически ни в каком направлении, эффективной работы нет Все-таки вот у меня вопрос Расходы на приобретение техники в лизинг Плюсы из тарифа исключают расходы на создание и содержание мусороперегрузочных станций А это все заложено в территориальную схему Но пока же это ничего не сделано Как же мы будем без мусороперегрузочных станций и новой техники? Мы, потому что Куприт все-таки это муниципальное в большой доле предприятия Ну там больше, конечно, частное, и в том числе участие есть И частники в том числе рассчитывали на эти деньги для вот этих мусороперегрузочных станций и техники Как же теперь без нее быть? Я думаю, что на этот вопрос никто не знает ответа И единственное, что от этого жизнь лучше Кировча не станет И никто нам эти сборы не отменит Потому что в данном случае мы получаем то же, что и получали за те деньги Когда у нас не было принято закона по ТБО Вот есть свалка, туда все привозили, все туда сваливали И, в общем-то, все это и так и проходило То форма осталась старая, а тарифы получались новые Хотели как лучше, а получилось как всегда То, в принципе, ничего тут на самом деле тоже нового-то нет У нас все делается через одно место И, на самом деле, почему-то за деньги не частного капитала Который тоже предлагал свои услуги в этом процессе А за счет бедного населения, которое в нашей области за последние пять лет Только доходы его только падают Если так закруглиться и подвести итог Что показала реальная проверка ФАС? О том, что РСТ приняла не так сосчитала Это-то понятно Что за этим стоит? За этим стоит, что рано или поздно может так произойти Что это будет все отменено вместе с капремонтом Которые, в общем-то, на сегодняшний день Тех обещаний, которые было со стороны власти Когда это все организовывалось И по капитальным ремонту шесть лет назад Когда нам говорили, что будет там все супер-юпер И кто вот это Точно такая же сейчас ситуация И поэтому складываться То очень странное, на самом деле, происходит Потому что, в общем-то, видимо, ни единого плана общего И по тем и по тем направлениям ни у кого никакого нет Дмитрий Русских, это его особое мнение Вы слушаете Мы переходим к делу по парку Попеды Это прям родное дело для нашего спикера Мне кажется Оно бы очень не хотелось быть не родным С 14-го года оно родное Активная очень была прошлая неделя Давали показания в суде сотрудники нынешней и бывшей городской администрации И эти показания И показания госпожи Мамедовой и госпожи Рубцовой Они были все-таки против Владимира Васильевича Быкова Мэра города на тот момент Почему против? Потому что они указали на Быкова Как на человека, который инициировал и настаивал на этом процессе И давал прямые распоряжения Найти способы отторжения земли Перевода в новый статус В парке Победы Для в итоге жилой застройки Тут, кстати говоря, Альберт Бекалюк В нашем дневном развороте Кстати, один из немногих депутатов Он даже единственный, который в 2014 году Не в 2014, а в 2012 году В конце 2011-го начал Один из немногих, кто на самом деле сопротивлялся тому решению И единственный, который этим и поплатился Он тут заявил Что властям нужно принять решение По поводу Ирины Рубцовой И рекомендовал Илье Шульгину Задуматься об увольнении Главы Кировского управления градостроительства и архитектуры Он мотивирует это тем Что Ирина Рубцова По указанию Быкова Разработала схему Разработала схему Хотя Наталья Томамедова указывала на то Что Ирина Рубцова Этому и сопротивлялась И говорила о том, что это неправильно Что люди будут против Но вот он ей дал распоряжение Быков Она исполнила И вот тут типа Абекалюк говорит, что надо было уволить Что ты думаешь по этому поводу? Давай начнем прямо с этого конкретного Виноваты, не виноваты исполнители Вот ведь вопрос, о чем сейчас идет Вот смотри, Свет Насколько я знаю Вообще за дело по Ефаркину Было допрошено 74 сотрудника И непосредственно участников процесса Которые в тот момент С 2011 по 2016-2017 год Находились там в здании городской администрации 74 человека были допрошены В том числе и доблестные наши депутаты Которые реально Знали все Знали все А вот можно к ним относиться о том, что там большинство Трусы и подлецы Но там очень сложно сказать, что там дураки И они все не знали, за что они голосуют Да, и я помню хорошо этот период времени Когда 2011 год Когда последняя дума Которая приняла это решение Рассматривала всего два вопроса Почему последняя? Потому что ее срок истекал Уже были назначены новые выборы И буквально в уходящий пояс Они запускают два важных закона Да Значит, первый Это перевод земли И второй Это покупка земли у господина Крепостного За 40 с лишним миллионов Это земля, которая была не нужна никогда городу И город выкупил эту землю Вот когда эти люди шли Зная все прекрасно, для чего вот они идут Что с ними была проведена определенная работа Это была работа фракций Потому что большинство в этой думе были Единая Россия Значит, эти люди знали, за что они голосовали И они прекрасно все понимали Значит, точно так же, как знала все администрация города Все те участники, которые сегодня дают показания Значит, и не зря их было допрошено 74 человек У меня вообще складывается такое мнение Что с 2007 года по 2017 год За 10 лет в городе Кирове В городской администрации Организовалась преступно-коррупционная какая-то вообще бригада Или там, как называют Вот раньше называлось АПГ А сейчас это можно назвать Организованная политическая группа Потому что основная часть всех участников процессов К сожалению или к радости Все выходцы из единой партии Где руководит непосредственно ее Владимир Васильевич Быков То не надо тут и дураков искать Тут их нет вообще Но то, что там сегодня происходило в течение 10 лет Это было четкое желание Сегодня город за 10 лет довести до такого состояния Чтобы состояние некоторых людей в разы увеличилось Все имущество перетекло в собственность частных людей Крупных компаний При этом город остался с тем, что сейчас остался Ведь мы сегодня говорим, что следователи ведут дело не только по парку Победы Там куда ни коснись в городской администрации За последние 10 лет, когда ей руководил глава города господин Быков Туда куда ни коснись везде коррупция, воровство и непонятные схемы Эти схемы придумывались и работниками администрации Эти схемы поддерживались городскими депутатами Это все работало как единый орган Который в принципе был запущен в 2007 году Когда к власти всем известные олигархические структуры Привели власти в городе Владимира Васильевича Быкова Сейчас мы проживемся на полминуты Это история Я все-таки попрошу тебя ответить на мой вопрос А виноваты, не виноваты и должны ли отвечать И каким образом отвечать подчиненные Которые, что они должны были делать Уволиться, как еще противостоять Или они должны выполнять распоряжение господина Быкова И что там делал, кстати говоря, на то время сети-менеджер вообще Почему господин Быков раздавал распоряжение И вообще, собственно говоря, дело длится действительно очень давно В таком случае, если все указывают на одного человека Почему этот человек до сих пор на свободе Прервемся на полминуты Особое мнение на 101FM Это программа «Особое мнение» Его высказывает сегодня Дмитрий Русских Мы по следам судебных разбирательств Которые происходили на прошлой неделе По поводу Парка Победы Говорим Напоминаю, что и на этой неделе продолжатся суды И огромное количество уже свидетелей опрошено Но вот такие показания очень значимые Дала Наталья Мамедова и Ирина Рубцова Это люди, которые непосредственно занимались землей и имуществом Основные, ключевые? Ключевые, да Точно так же, как и депутаты городской дуны Наталья Мамедова говорила, что По распоряжению Владимира Васильевича Быкова Была создана схема отторжения земли и перевода ее в новый статус в Парке Победе Создавала ее Ирина Рубцова Обе, по словам Мамедовой и Рубцовой Пытались высказывать мнение против Но должны были выполнять распоряжение вышестоящего начальства Так вот, мой вопрос был такой Должны ли отвечать исполнители? Нет, я попрошу тебя прямо ответить И каким образом? Должны, конечно должны Все должны отвечать Потому что один, при всем моем негативном отношении к этому человеку с самого начала Один бы он все это не сотворил И все бы это не унес и не украл То в данном случае, конечно, там была разработана, я еще раз хочу сказать, целая схема Были приняты специальные люди Которые должны были выполнять те поручения, которые они выполняли При этом, чтобы это все было еще и с точки зрения законности, закон Что, в принципе, сегодня некоторые вещи это и подтверждают Что с одной точки зрения, да, все было соблюдено Потому что эти люди не решали проблему, как сберечь город от варваров Которые туда заскочили в 2007 году А наоборот, они помогали это делать Как они должны отвечать? Как отвечать? Вот я буквально на той неделе ехал и слушал по радио Что в городе Чехове заведено уголовное дело на главу администрации Значит, и впервые, по-моему, в истории в России Там, как бы, вменяется еще организация преступной группировки Потому что как раз на стороне главы администрации По выводу различного имущества и земли Находилась министр имущества этого города Значит, главный архитектор Ну, все то же самое, очень похоже То в данном варианте Это, конечно, должны быть все привлечены к этому большому делу Когда в 2007 году это все организовывалось Как они должны отвечать? С возбудением уголовных дел, как и положено Увольнением или посадками? Увольнением не должны были еще 5 лет назад все написать Когда их заставляли придумывать схемы, которые они придумали Я уверен, что они не просто так их придумали Я думаю, что я сейчас... Вот то, что говорила Мамедова и говорила Рубцова Дима, ответите прямо Люди должны сесть или все-таки они должны другое показание наказания принести? Они должны принести то наказание, которое соответствует той статье, по которой они будут привлекаться Если надо будет их посадить, значит, мы должны их посадить Хорошо, а тогда, что касается Владимира Васильевича Быкова Что будет с ним после таких показаний, на твой взгляд? Это 99 вопросов, процентов людей, которые меня спрашивают И которых я отвечаю, они все задают один и тот же вопрос Вот на сегодняшнем моменте, как это все происходит, я не могу сказать, что с ним будет Потому что, с одной стороны, я умом понимаю, что он уже должен был освобождаться, а до сих пор еще не сидит Вот по времени там, он уже должен был освобождаться, реально А в данном случае до сих пор это не происходит Репутационные риски и власти, и партии громаднейшие Мы сегодня все прекрасно понимаем, что сегодня была именно вот этой политической группировкой Которая под видом зайти в 2007 году для блага города Кирова и завести туда прекрасных, в кавычках, людей Она свое дело сыграла и сделала Мы сегодня видим то, что произошло с городом и какие материальные... Дмитрий Михайлович, мне приходится сегодня вас как-то направлять Я понимаю, что тема для вас очень... Ты конкретно спрашиваешь по господину Быкову? Только по нему сейчас спрашиваю В моем понимании и моя точка зрения, я считаю, что он должен быть руководителем всей этой организованной преступности И привлечен к уголовной ответственности Потому что все показания, которые даются, они в общем-то... Ты веришь, что это случится? Вопрос К сожалению, если честно, то я в это не до конца верю Почему? Потому что я этого жду 5 лет и ничего не происходит А я в 2014 году уже везде говорил, что это все было сделано его руками, с его подачей Кто в таком случае хранит Владимира Васильевича Быкова от уголовной ответственности? Кто хранит? Я думаю, что кто хранит этого прекрасного в кавычках человека, наверное, несколько, я думаю, что хранителей В том числе, наверное, в каком-то варианте его поддерживает и губернатор Кировской области Потому что... Действующий? А ну как? Сегодня Владимир Васильевич действующий, действующий Председатель законодательного собрания Кировской области Высший законодательный орган Кировской области Второй человек в области И буквально в апреле месяце, если мне память не изменяет, переизбран на руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» Причем тут Васильев губернатор? Ну потому что мы знаем, что все политические вопросы не решаются без согласования с губернатором Кировской области Но в том числе, например, и раскрутка уголовного дела по парку «Победы» при нем началась Нет, уголовное дело по парку «Победы» началось гораздо раньше Я думаю, что... Но активная стадия вот при главном руководстве Активная стадия началась позднее, потому что пришел новый начальник следственного комитета и процесс пошел Но раскрутка началась еще в 2014-2015 году, когда мы проводили первые митинги Можно ли сказать, что у Владимира Васильевича очень серьезная, не знаю, как это сейчас называется, крыша Или те люди, которые его защищают? Ну, хочу сказать, что секретарство и председатель ЗАГС Собрания – это довольно-таки очень серьезные должности Сама по себе должность, которая сохранит Да, которая, вернее всего, что аресты и задержания не происходят без согласования с администрацией президента Это могу точно сказать, это не в личности Ты считаешь, что администрация президента в курсе того, что происходит с Владимиром Васильевичем Быковым? Я думаю, что однозначно администрация президента в курсе, что происходит Я думаю, что они мониторят все СМИ, которые работают на территории Кировской области То есть она скажет «сдавайте»? Она не скажет «сдавайте», она скажет, что дальше делать А что, сейчас уже не предел, что ли, после всех этих показаний? Ну, если он не был арестован в течение трех дней, то, наверное, не предел Да, но что касается политики Вот партия «Справедливая Россия» и ее руководитель, руководитель фракции «Справедливая Россия» в нашем Заксобрании Федор Сураев Он, значит, комментировал слова как раз Натальи Мамедовой, показания, которые она давала в суде И заявил, что если Владимир Васильевич Быков вот сейчас, когда идет этот процесс, не уйдет временно в сторону То есть не служит хотя бы временно полномочия председателя областного законодательного собрания То с каникул партия не выйдет и заседать в областном законодательном собрании не будет Как ты относишься вот к этому заявлению? Эмоционально, но очень, я лично отношусь очень положительно Потому что скажу, что один из факторов, один из немногих факторов в 2016 году, что я не пошел в новое Заксобрание Был формат того, что я тогда уже морально не был готов Ну, мы же все прекрасно понимали, кто будет председателем Заксобрания Это же было ясно уже за полгода Да, то один из факторов был вот как раз, что я знал уже за полгода до выборов в АЗС Что ее председателем будет Владимир Васильевич Быков Для меня это чисто неподходящая со всех точек кандидатура Которая ни морально, ни по любым видам не подходит как для руководителя Которые в принципе являются руководителями всего депутатского корпуса Так Да, значит, вот к счастью до фракции «Справедливая Россия» тоже дошло, что по таким принципам Значит, не может человек руководить высшим органом законодательной власти Кировской области И в первую очередь, конечно, это большая почечина всем избирателям Которая, в общем-то, сегодня депутаты представляет в законодательном собрании И я считаю, что это очень мудрое и вовремя сказанное решение Потому что, ну, на самом деле, это уже какой-то перебор Почему никто не поддержал справедливого Россову? В этом их намерении не выйти с каникулы? Ну, я видел заявление других двух фракций Они предлагали, по крайней мере, осмотреть это все на комитете по регламенту и депутатской этике Значит, это было предложение, по-моему, ЛДПР или КПРФ И в то же время они тоже предлагали ему сложить до сентябрьского заседания законодательного собрания Свои полномочия или временно их, как бы, отложить Посмотрим, какое примет решение представитель законодательного собрания Потому что, насколько я знаю, он до 12-го числа находится в отпуске на Кипре Значит, и приедет, и, видимо, уже там будет по ситуации ориентироваться И давать все комментарии СМИ И, в первую очередь, кировчанам и избирателям Печальная, на самом деле, история У Дмитрия Русских его особое мнение мы слушаем Да чего уж хорошего-то, конечно Еще мы успеем обсудить один вопрос Я еще хотел бы тебе добавить еще, вот, вдобавок Ведь, на самом деле, в том, что произошло в городе Кире за 10 лет В общем-то, и мы, кировчане, виноваты Потому что в 12-м году, когда начались выборы в городскую думу Вы же помните, был крик, что вся оппозиция — это преступники, это криминал Он ввется во власть Ну, это по системе, там, вор кричит, держите вора Значит, в данном случае кировчане многие этому поверили, на самом деле А на самом деле, все было очень просто Потому что в 11-м году, после законодательного собрания Кировской области Когда в основном три оппозиционные партии взяли город по процентам Потому что на тот момент у «Единой России» было всего 18 или 16 процентов Значит, из девяти округов, которые были в городе Шесть было за оппозиционными депутатами, в том числе Один был мой округ, да Все прекрасно понимали, что в 12-м году должна кардинально смениться власть в городе И группировку, которую ставила Владимир Васильевич на пост в 2007 году Значит, она в 12-м году должна была потерять свою власть в городе Кирове Но так как у них было очень много еще недоделанного и еще не украденного То понятно, что борьба была очень серьезной Я вам больше скажу, что в 11-м году, в начале 12-го И губернатор на тот момент Никита Юрьевич Белых Тоже не поддерживал на главу города господина Быкова Да, это тоже были очень долгие внутренние воинствующие договорные вещи С представителем нашего боярства И все-таки Никита Юрьевич на тот момент сломался Потому что в 12-м году вместе с выборами в городскую думу были еще и выборы президентские По которым он должен был показать по области результат И вот здесь пошел такой торг Вы нам отдаете город, и мы ставим снова Владимира Васильевича И мы вам помогаем сделать хорошую выборную кампанию по президенту Чтобы доказать, что вы, Никита Юрьевич, очень любите президента И верны ему, и показатель у вас очень хороший Если мы не договоримся, значит, вернее всего, что как и в 11-м году Вы проиграли ЗАГС Собрания И были низкие показатели у Единой России То это будет вопросом по вашей дальнейшей судьбе Потому что выборы губернатора планировали в 14-м году Здесь, на самом деле, как бы, если бы все в 12-м году произошло, как должно было произойти Я думаю, что очень много проблем мы бы за эти годы бы решили по городу Кирову И, конечно, бы никогда такой человек, который морально не может быть руководителем Никогда бы не стал во главе города второй раз И все самое страшное произошло как раз в эти 4 года Я тебе еще больше скажу, почему был вынесен вопрос, первый этап Потому что он очень сильно боялся о том, что он не может на тот момент Гарантировать себе еще второй срок главы города Из-за этого было такое резкое решение, как я уже сказал Последняя Дума приняла два важных вопроса Для них это покупка земли и перевод земли в Парке Победы Они сделали первый шаг для того, чтобы успеть Потому что те депутаты, которые за это голосовали, они все прекрасно понимали Тем более они все шли на выборы И такое антинародное решение принимать перед выборами Ну, на тот момент им было сказано, что... Большое количество депутатов в городской Думе сейчас заседает Из тех, кто принимал решение по Парку Победы В 11-м году? Да, и по земле крепостного Я думаю, что сейчас нет, потому что частично они перешли в 12-м году по 17-й А в 17-м году их еще меньше избралось Это даже связано не с тем, что они куда-то там исчезли А просто еще и возрастные периоды произошли Потому что период очень большой Плюс приоритеты поменялись у этих людей Ну вот помните, всем известный борец с криминалом Стародумов такой был Вот кто-нибудь сейчас про него слышал, который сам себе венки подкладывал в офис И говорил, что он такой правдивый человек, он борется за город И при этом как бы его хотят... Нет, я уже не помню Но мы поговорим и про выборы еще, и про довыборы в Кировскую городскую думу И про то, что происходило в Москве в эти выходные Про митинги, про задержания, про протесты и про позицию властей и людей Потому что это вызывает большую дискуссию в соцсетях Но после короткого перерыва Особое мнение на 101FM Это особое мнение Дмитрия Русских У микрофона работает Светлана Занько И мы должны, конечно, поговорить о том, что и происходит на довыборах в Кировскую городскую думу А что у нас происходит? В регистрации отказали еще трем кандидатам в Гордуму У Федора Лугинина, яркий депутат от партии Родина Он еще не депутат Кандидат депутата Яркий представитель партии Родина У них там все яркие представители Борис Зимин, Родфронта У них были найдены недействительные подписи Еще одного кандидата Антона Долгих Который был выдан коммунистами России Не стали регистрировать его Так как он не сообщил об имеющейся судимости Которая была погашена И он сейчас опротестовывает это решение Да, совершенно верно И таким образом, на данный момент Из 16 прецедентов На два места в Гордуму зарегистрированы Девять Два единоросса Два человека из коммунистической партии Российской Федерации Два ЛДПРовца Справедливая Россия Два человека и один коммунист России Ранее было отказано Двум самым движенцам Ну вот полную картину практически Мы сейчас нарисовали Вообще такая интересная на самом деле Палитра образовалась Вообще не скучные совершенно Представители от разных партий Да еще и самов движенца Кто только не пошел на эти самые довыборы Но если ты еще внимательно Обратишь внимание Что очень много молодых людей Именно Новые люди ДПРовцы быстро нашли Новых каких-то совершенно людей Вот это же партия Родина Хоть с отказом Но вот они там Значит себя проявили Еще кто-то Что происходит В чем такой живой Интересно Каких-то два несчастных места Ну просто совершенно скучно Политическая жизнь Никак в городе Кирове Кировской области Не происходит Тут до выбора Двух депутатов В городскую думу Очень интересная закономерность Как по всей стране Кандидаты выдвинутые От партии Единая Россия Нигде не рассекречиваются Я видел их материалы В ящике Заходил там друзьям Значит И у одного желтый цвет А у другого Такой флаг России Но нигде не написано Что они выдвинуты Партией Единая Россия И являются членами партии Хотя выдвинуты Именно от партии Да конечно Они не самовыдвиженцы Нет ни одного значка То они скрывают Сегодня свою партийную Как бы А это вообще законно? Что нет Если ты выдвинут от партии Я просто не знаю Тут нет ничего незаконного Потому что мы посмотрим Что у нас сейчас Многие губернаторы По Российской Федерации Значит Идут Они члены партии Идут как самовыдвиженцы Но они идут Как самовыдвиженцы В Москве Депутаты Выдвинутые Единой Россией Все Идут Без исключения Как самовыдвиженцы Это мы знаем Скрывая Значит И в Кирове А эти идут От Единой России Тоже скрывают Они тоже скрывают Потому что Мы говорим Что репутационные риски Которые несет Сегодня власть И партия Единой России Про все Что сделал Фракция Городских депутатов В городской думе При руководстве Владимира Васильевича Быкова Это не осталось Незамеченными кировчанами Сегодня рейтинг партии Безумно низкий В некоторых территориях Он достигает 12-15% Скажи мне пожалуйста Борьба за эти два места В городской думе В Кировской Городской думе Это Реальная борьба За два места Или это просто Нормальный политический процесс Очень выгодно Сейчас можно провести На фоне Общих таких волнений На фоне волнений По поводу выборов Московскую городскую думу Возможность Ярко себя проявить Оппозиционным партиям В том числе Все уже началось Да В 21-м году В Кировской области Это в ЗАГС собрании И в Государственную думу Российской Федерации Плюс Мы сегодня видим Что даже Сами партийцы Которые представляют Сегодня партию Единая Россия Стесняются И скрываются От этой партии То в данном случае Это еще раз Подстегивает Оппозиционные партии Понимая Что сегодня У партии власти Очень низкий рейтинг И в данном случае Они могут только Работать за счет Административного ресурша Что они хорошо делают И за счет Определенных Фальсификаций На избирательных участках Что тоже В принципе Всегда рекламировалось Значит То в данном случае Они начинают Более активно Как бы нажимать Что в принципе Для политики Очень правильно и хорошо Плюс Есть новые молодые ребята Которые хотят Себя попробовать в политике При всем при этом Вопрос стоит очень простой Там Мы еще получаем Двух молчащих Или двух говорящих Да То в данном случае Это тоже очень Важный формат Потому что Слава богу В 17-м году Та которая дума У нас Все-таки Избралась В городскую думу Там есть депутаты Которые реально Какую-то Новинку Принесли с собой Они говорящие Они выступающие Мы примерно понимаем Что происходит В городе Кирове Какие там Обсуждаются вопросы И с бывшими Главами администрации И с сегодняшними Новыми главами администрации То мне кажется Что это такой Политический процесс Хотя на общем фоне Мы сегодня понимаем Что в стране Вообще Надвигается Большой политический кризис Мы говорим о том Что сегодня Все те Заготовки Которые были Больше 20 лет Можно по-разному Относиться к выборам Там хорошие Они плохие Но они хотя бы Какие-то были То мы сегодня Видим по Москве Что эти вещи Полностью уничтожаются Убираются И мы все дальше И дальше уходим Что-то в обратное В Советский Союз Когда в общем-то Выборы были Такое чисто Одно название А никакой конкуренции Борьбы они не создавали И тем более Борьбу политических партий Которая Основной задачей Вообще нормальная Политическая партия Ставит Приход к власти Что позволяет Власть Периодически Менять Это как называется Смена такой Как бы Постоянно кровь Обновляется То в данном варианте Вот город Киров С этим тоже столкнулся Потому что Ну Уже Скучновато На самом деле Потому что В принципе Все понимают Что От этих выборов Ничего не зависит В основном Люди На довыборы Ходят очень неактивно Я думаю Что средняя явка Составит 3-6% По этим двум округам Тем более Самое интересное Еще хочу сказать Что оба округа Пятый и шестой Это в Ленинском районе Вообще Всю жизнь Ленинский район Был как самый Оппозиционный Там всегда Больше всего Процентов Набирали Именно оппозиционные партии То в данном Случае Из-за этого Я думаю Что еще И все так Очень активно Включились в эту Избирательную кампанию И я думаю Еще много Что мы интересного Увидим Услышим Потому что Задача стоит Перед двумя Кандидатами От Единой России Победить А каким способом Никто не объяснил То я думаю Что будут еще Какие-то и снятия Будут какие-то еще И как обычно Черный Всякий черный пиар Который всегда присутствовал На протяжении Большого периода времени Кстати Как раз этот черный пиар Пришел с 2006-2007 года Когда К власти В основном В городе И в области Пришли Так называемые Наши местные олигархи Которые в общем-то Все эти 10 лет И все мы руководили Особенно городом И в 2007 году Как бы Ихняя кандидатура В лице Господина Быкова Была и утверждена Потому что На тот момент Был губернатором Николай Иванович Шаклеян У него в голове Поначалу была Другая кандидатура Но эти ребята Победили его Или доказали Или объяснили Что-то наобещали И тогда была Принята кандидатура Господина Быкова Он не был тогда Первоочередным кандидатом Который был Точно Все были уверены Что это был Господин Быков Но по моральным качествам И задачам Которые стали Олигархи перед ним Он полностью подходил Для того Чтобы сделать то Что он должен был Сделать за эти 10 лет Да И вот сейчас Самое время Остаток нашего Обсуждения В программе Особое мнение Посвятить тому Что происходит в Москве А в Москве Да Я еще забыл Тебе добавить Что мы говорили Что 74 Допрошенных С администрацией И еще Работа ведется По многим направлениям Парк Победы Это не одна история Которая сегодня Там происходит Там по очень многим Направлениям Ведется большая Следственная работа Потому что Как бы В этом будет И завязаны Гороэлектросети Кировсвет И Ленинская управляющая Компания ПТП Значит Парк Победы Куча выделенных мест Ну На самом деле Объем очень большой Продажа имущества По 159 Уфазе Когда Друзьям своим Кто его назначал Продавалось по одной цене Всем остальным Предпринимателям Продавалось Квадратный метод Совершенно по другой цене Там очень много На самом деле Вопросов И в ближайшие 2-3 года Я думаю Что мы просто Ужаснемся От того Что происходило В эти 10 лет В нашем городе Ну вот сейчас Осталось 5 минут До завершения Нашей программы И все-таки Ты уже сам затронул Эту тему И сам сказал Что По всей стране Меняется Настроение У людей И конечно Я Не видела Давно Такой активности В соцсетях Все люди Смотрят Прямые трансляции Из Москвы Как люди Выходили На митинги 27 числа Как происходили Задержания Особенно Ожесточенные Третьего числа Было Да И третьего числа Тоже Самые большие Задержания Были 27 июля Все-таки По количеству Людей По жесткости Это все-таки Третье число Жесткие задержания Потому что Все ждали Что же Какие выводы Сделают Не сделают Власти Будут ли жестко Задерживать Или нет И мы Видим Что особенно Ожесточенно В сетях Люди Обсуждают Правы Или неправы Власти Жесткое Или не жесткое Задержание Провокаторы Или непровокаторы Тех Те Кого бьют Как ты Следил Как ты смотришь На то Что происходит В Москве И каким выводом Ты пришел Ну Давай начнем С того Что мы сегодня Видим То что ты сказала Что Протестное настроение Оно молодеет А власть К сожалению Стареет То вот Это Как бы Разрыв Становится Все больше И больше Значит Потому что Как бы Молодое поколение А мы смотрим Что 27 и 3 числа В Москве Это в основном Была Молодежь Средний возраст Составлял 25-35 лет Да Это основная Такая группа Конечно Были люди Чуть старше Были точно так же И ребята Которым не было 18 лет Как бы Они тоже присутствовали Но мы говорим Что Электоральное поле Протеста Очень сильно меняется Значит Понятно Что Проблема Вся Заключается В том Что Многие Долгие годы Власть надеялась Что телевизор Будет вечен И Те люди Которые его Смотрели Они всегда Соглашались С властью И то Что она Им Говорила Что она Им Объясняла И В большинстве Случаев Врала Сегодня К сожалению Аудитория Телевизора Очень резко Падает В основном Смотрят его Возрастные люди Которые В общем-то Уже Не собираются Никуда Ходить На митинги И они Готовы И дальше Так жить Потому что В общем-то Ну А лучше Они И не жили В принципе Если мы Возьмем Весь этот Период Молодежь Конечно Это Другая Все социальные Экономические Показатели Просто валятся Мы сегодня Видим Большую Коррупционную Составляющую Криминал Это то Что вот На примере Мы сейчас Обсуждали Города Кирова Таких городов Кирове Думаете Что таких Быковых Один Что ли У нас Да вся Страна Быковых К сожалению И Кто-то Где-то Крупнее Кто-то Где-то Мельче И Сегодня Интернет Не может Сегодня Закрыть Глаза Молодежи А наоборот Открывает им И они Видят Что происходит И В данном Случа Конечно Это вызывает Определенные Протесты При всем При этом Мы говорим Что Те протесты Которые Начались 27 Там 3 Числа И даже Раньше Они Связаны Чисто С городскими Выборами Да И на самом деле В таком Благополучном Городе Как Москва Да То К сожалению Весь Расчет И Прошел Не туда Потому что Все считали Что Москвичей Просто Скупали Все эти Годы Это Дорогая Плитка Это Красивый Город Это Чистый И Им Всегда Говорили А что Вам Еще Надо А на самом деле Ситуация Меняется Потому что В данном Случае Мы Сегодня Говорим Что Цена Этой Плитки Безумная Значит Здесь Коррупция Здесь Чиновники Которые Тащат Все Подряд В данном Случа Сегодня Другая Политическая Платформа Становится Молодежь Хочет Мирно Выходить На митинги Скажи Пожалуйста Про задержание Еще хотела Тебе Минутку Посвятить Считаешь Ты Что Они Были Жестокими Жесткими Жесткими Считаешь Ли Ты Что Там Были Провокаторы Провокаторы Были со стороны Мне кажется Больше Власти Чтобы Спровоцировать Это Для Федеральных Каналов Потому что Они Этим Очень Сильно Зло Потребляют Плюс Я Очень внимательно Смотрел Что По лицам И по людям Которые Вышли Не видно Никакой Агрессии Согласно 31 статье Конституции У нас Мирные Митинги Разрешены Никаких Других Митингов Не было В 3 числа Люди Вообще Просто Прогуливались Они Имеют На это Полное Моральное Право То конечно Страх Все таки Есть Все Живут Особенно Власть Майданом 14 Годом И понятно Что Желание Полностью Загасить Все происходящее Очень большое Зачем так жестко Если ты считаешь Что было жестко Я думаю Что жесткость Нужна В показании Того Когда ты уже Понимаешь Что уже Не договориться И по другому Ты не умеешь Чтобы когда Это Все Последние Процессы Которые Происходили В Москве Взял Под Под себя Начальник Службы Как его Член Совета Безопасности России Патрушев Бывший начальник ФСБ То понятно Что Методики Все были Отработаны Те Которые В общем-то Позволяют Сегодня Жестко Погасить То Что Там Происходит Добьются Ли власти Своего Такими Методами По твоим Ощущениям Я думаю Что борьба С будущим Она не имеет Вообще Шансов Увенчаться Успехом Потому что Одно дело Когда ты борешься С настоящим А когда ты борешься С будущим Потому что Почему это будущее Потому что Там вышла молодежь Там вышли люди Которые В общем-то Сегодня Уже не боятся Выходить на митинги Даже на запрещенные Они хотят Отстаивать Свои интересы И свои права В первую очередь Я думаю Что Я очень счастлив Что такая молодежь У нас есть И очень несчастлив Там же еще Студенческий протест Да Студенческий протест И объединяет сейчас Учителей и студентов И очень переживаю Что все-таки Мы молодежи Оставили такую Трудную страну Дмитрий Русских Его особое мнение Мы сегодня слушали Спасибо тебе большое Что ты пришел Хорошего дня Слушателям Особое мнение На 101FM